Что ж, привет! Сегодня ты снова у меня в гостях, и я хотела бы, чтобы ты вместе со мной разобрала мой верхний гардероб. То есть пальто, куртки, там всевозможные, как их называют, пуховики, да? Вот это вот все. Я хотела, чтобы ты разобрала это вместе со мной, потому что я хотела бы тебя пригласить в магазин. Ну, сейчас, значит, скидки, распродажи 50%, 60%. И вот чтобы я не набрала всякой ерунды, вот, я бы хотела тебя попросить, чтобы ты посмотрела на все мои вещи и добавила какое-то, я не знаю, может, предложение какое-то. Вот, чего же мне еще не хватает. Вот. И в помощь к этому ко всему я беру свой любимый зимний платок, да? Так, давай я его повяжу. И можно даже не завязывать, ну, чтобы ничего нам не мешало, да? Вот. Вообще он довольно теплый. Ну, я начну с самого легкого пальто, который я ношу летом. То есть, грубо говоря, вот когда дождик пошел какой-то, или там погода пасмурная, и чтобы не придумывать там, что на платье накинуть, вот я купила себе летнее пальто. Вот это мое летнее пальто. К сожалению, шашлык тепловат. И нам кажется, что это пальтишко немножко плотнее, чем оно есть. В общем, оно вот так смотрится, чтобы не волноваться, что что-то там случилось не то с моим платьем. То есть, вот если ты посмотришь, тут только подкладочка вот такая. У нее такой вот цвет тоже, да? Цвет хаки. И вот такой плащик, который, собственно говоря, летом меня очень спасает. Вот следующее пальто. Это тоже цветозащитного. Ну, ты видишь, я всегда приподнимаю воротник. Это смотрится более стильно, что ли. Тоже оно такого классического кровя. Оно идет где-то до колена. И чем мне нравятся такие вещи? Мне безумно стройнял. То есть, даже если ты набрал пару-тройку лишних килограмм, ты всегда выглядишь в вещах классических, именно как будто бы ты, неделю голодал. Вот такие пукавки. Строчки. Мне очень нравятся эти строчки. Тут такой интересный ворот. То есть, ты можешь застегнуться, да? И вот еще такой тут крючочек. Как я поговорила, уже будешь выглядеть вот так. То есть, если так смотреть, можно вот так. То есть, ручки в карманы. Но, если честно, я никогда не кладу в карманы что-либо, потому что они растягиваются. Для этого есть женская сумка. И чтобы не портить вещи, я, собственно говоря, никогда ничего в карманы не кладу. Вот такой, как-то заполняла. Но я немного понял. А где, наверное, там вниз не очень интересно рассматривать. Но прямой силуэт, но полюб. Мне нравятся здесь детали. То есть, вот такая строчка. Пуговка. Все сделано очень качественно. Вот такая здесь. Вот у меня тут фирма. Ну, я думаю, я никому не известна уже. Просто она в свое время очень порадовала. Следующее, что я тебе покажу, это вот такая вот курточка от Бауна. Она тоже прямого кроя. Нет подчеркнутой талии, как вот в первом случае, да, будет красиво привзята поиском. Но что мне нравится в этой куртке, это ворот. И замочки там они открывают. И как с небес, так и сверху. Такой немножечко шашечкой по рукавам прошито. Кармашки. То есть, если холодно, можно руки вложить. И отогреть. Вот так. Но опять-таки, повторюсь, что я в карманы руки не складываю. Тут тоже внизу такие кармашки. Тоже внизу, они небольшие. То есть, если... Ой. Денежку нужно положить. Какой-то, в общем, вот такая куртёха. Она, в общем, такого спортивного стиля. И с этой курткой я, кстати говоря, как-то попала на фотосессию. И сейчас я тебе покажу фотографию с участием этой курточки. Будет интересно, точно так я подумаю. Вот она такая шебуршащая, эта куртка. На морозе она, конечно, выстеживает. И, ну, чем мне она нравится, что она под джинсы, под брюки, она очень классно подходит. И цвет чёрный, курточки от Баон, мы с тобой отдельно посмотрим. Мне всё-таки не очень нравится. Так. Следующая пальтишка вот такое. Оно довольно тёплое. И чем мне она нравится, что оно такое какое-то очень уютное. У него есть капюшон, если холодно. Можно его надеть. Вот. И тут такие кармашки. Она тоже прямая. Здесь есть такие подкладные плечи, за счёт чего попа кажется меньше, чем она есть. Вот почему у нас настолько популярны были в 90-е годы вот эти огромные подплечники. Именно потому, что они как бы зрительно делали фигуру, похожую на перевёрнутый треугольник. И вот эта пальтишка тоже. Но я здесь, кстати, поменяла замок. В своё время он сломался. Был вот точно такой же, как на рукавах. Вот такие здесь молнии. Можешь посмотреть. Очень интересно. Вот здесь как бы лицевая гладь, а тут такой резинкой сделано. И такое классное, уютное пальтишко. Мне оно очень нравится. Так вот оно смотрится. Здорово и с юбочкой, и с брючками, и платьишки. И в общем, нравится очень. Вот, с платочком. Следующее, что я тебе покажу, это тоже вот такой тренч, но он уже белого цвета. Я смогла его себе позволить только здесь, потому что в Москве каждый человек знает, что вот ты пять минут проехался в метро, и ты уже, грубо говоря, можно хоть каждый день куртки стирать. Чем мне он нравится? Он классический, опять-таки. Он очень здорово подчеркивает фигуры. У него такой есть поясок, который, кстати, не подглавлен. Вот сейчас я ее наношу. Там синтепоновый подклад. Довольно удобно. И чем мне такая куртежка нравится, ее можно одеть хоть с чем-то. То есть классические вещи, чем они мне так дороги, они сочетаются просто со всем. Я могу надеть свои берцы. У меня есть сапоги-берцы. Я могу надеть свои доктор Мартинс. Ничего страшного не будет. Смотрится так же стильно. И чаш я еще могу надеть. Но очень ботинки свои осенние, тоже классические. Мне они очень нравятся. Они, в принципе, тоже, хоть и недавно, но я их хвост и гриллу и мукула. Это, кстати, наше производство. Русское длинное пальто, которое я тебе сейчас покажу. Оно в свое время наделало огромное количество шума. То есть у меня в институте сколько лет назад. Я в этом, кстати, пальто замуж выходила. Сейчас застегнусь, покажем. Что здесь интересно, это вот этот вот прикольный воротник, который так вот гармошкой собирается. И вот так вот выглядят кармашки здесь. Есть вот такие, как пуговки с бантиками, да? И сам карман. Можно присбирать, насколько тебе нужно. Я сильно не прибираю, так чуть-чуть. У него есть капюшончик. То есть, если надо, если холодно, можно вполне себе обойти себе шапки, потому что многие девчонки, потому что ты сама знаешь, многие девчонки не любят шапки. Кстати, когда в Москве жила, я вообще шапки практически не носила. Очень удобно. Накинул, добежал до какой-нибудь сейчас в маршрутке какой-нибудь автобуса до метро. И там, как белый человек, собственно, едешь и не паришься, да? Так. Ну, что здесь? Ну, вот эти регулировочные веревочки, большие пуговицы, потом отвороты вот такие, да? То есть, здесь хороша, хороший не столько сам материал пальто, хотя он тоже очень красивый, да? Ну, и хороша сама подкладка. То есть, чем мне нравятся классные вещи, это именно своей подкладкой. Почему-то качество вещи можно, грубо говоря, сразу смотреть как к лошадям в зубы, так вещам в подкладку. То есть, сумка, если это вот такое вот, что-то разваливающееся уже сейчас, или какие-то некрасивые какие-то вещи, я очень часто обращаю внимание именно на подклад. Вот. Такое пальтишко. Ну, вот, чем оно меня достало, если честно, как раз-таки этим подкладом. И вот у него, я не знаю, я при покупке на это внимание не обратила. Но когда стала носить с джинсами, то ладно, все равно, но с шерстяными платьями, с вещами. Вот эта вот подкладка, она при ходьбе сейчас покажу. Она сходит с ума. То есть, вот так вроде как гладенько, а только ты шагнешь и против шерсти погладишь, это пальто начинает просто задираться. Поэтому оно мне настолько достало, я его повесила. Решила, ну, как на память, да, оставить. Может быть, потом, если задумываюсь о второй беременности, может быть, тогда я поношу, но сейчас оно меня раздражает. Так, сейчас я тебе покажу другое мое пальто, которое я уже ношу этой зимой и, собственно, которое довольно теплое, это пуховик, там, по-моему, 70% пуха и это германская компания Tom Taylor называется. Почему я тебе рассказываю об этом так подробно, потому что в свое время меня поразило, то, что вещи под старину сделаны и можно прекрасно сочетать с вещами современными, то есть ничего такого, эта компания именно и позиционирует себя, как такое немножко ретро-направление и сейчас увидишь, что это. Для начала я уже показывала тебе, надену свою шапочку, да, конечно, нынешний цвет волос это с розовым цветом никак, но я тебе поэтому ой, я, конечно, поторопилась, когда покрасилась в рыжий, все-таки моя цветовая гамма, одежду, которую я покупала за столько лет, к своему натуральному цвету волос, к рыжему, как-то не катит. Видишь, да? А, ты видишь этот потрясающий воротник? Ничего тебе не напоминает, вообще, на самом деле, очень похоже на Анну Каренину. То есть, если я вот сейчас его расправлю, если ты посмотришь издалека, тут такие кармашки, да, тоже присборенные, такая оборочка идет по как-то сказать, по планке кудовик, да, кладочка, и это очень классно вытягивает вверх фигуру и зрительно ее уменьшает. Вот, можно посмотреть, если честно, я уже упарилась, ну, так вот выглядит, еще раз покажу пакушончик, и вот так вот меня можно встретить именно в таком виде зимой на улице и вот такая вот палочка, да, ой, вот перышки, собственно говоря, можно посмотреть, видны, и вот так вся эта красота выглядит. То есть, опять, красиво почерснута фигура, все очень так классно смотрится, сам пуховичок, вон дерком по колено и вот такая красота. Эту компанию я обнаружила совершенно случайно. Том Тейлор. Замечательные вообще вещи он делал, и я брючки себе там покупала, и вот теперь фуховоик купила, если честно, до ужаса довольна. Это я тебе продемонстрировала, как можно ретро вещи носить на современный лад, да? Сейчас вернемся к нашему шарфику. Так, не знаю, снова завязывать, не завязывать, но, в принципе, наверное, завяжу, да, чтобы как-то поаккуратнее все вещи на мне смотрелись. То есть, ты запомнила, у меня есть несколько классических тренчиков, теплых и не теплых, но я вот в цветах таких болотного цвета, белого, там, черничного, к сожалению, это не классика. есть у меня только одно классическое пальто, так, так как я его сейчас не ношу, я его застегнула на все пуговицы, досталась, вот это уже классика, то есть цвет коричневый, да, такие пуговки, вообще, это мое любимейшное пальтошко, потому что тут есть вот такие команды, опять, которых я не пользуюсь, опять, воротники я всегда приподнимаю, ой, что ж меня там наглоит, меня прости, ну, в общем, опять, вот оно классическое, прямое, по колено, и такой, как пиджачок, тренчим, да, красиво смотрится, его вообще в первый в мир, оно очень теплое, шерстяное, оно сделано в Дании, датское пальто, я не знаю, каким образом оно попало в наш магазин, стоило довольно-таки хорошую сумму, но я нисколько не пожалела о покупке, потому что оно безумно теплое, то есть вот зимой его можно носить, его можно носить, конечно, до градусов минус 10 точно, то есть тут подклада никакого нет, это просто натуральная шерсть, то есть это шерстяное пальтошко, но у меня вот нет классического черного пальто, никак я не могу себе что-то именно черного цвета подобрать, потому что мне кажется к зеленым глазам коричневый больше подходит, как будто бы, но специалисты по моде говорят, что у каждой женщины должен быть классический белый тренч, классический черный тренч, у меня классический коричневый вот, тут в принципе никакие детали таких особенных нет, только большие пуговицы, да, второчка такая небольшая, и опять вот этот шарфик мне кажется очень классно смотрится, вот, тоже ношу и с берцами, и с сапогами по колено, и там, в общем, с чем угодно такую вещь можно сочетать, и мне кажется классно смотреться, я вот не знаю, может ты мне найдешь, когда пойдешь со мной какую-нибудь модель черного именно цвета, чтобы она мне настолько понравилась, да, темно на распродаже, нравится мне это пальтишко очень, таскаю его во всем, только единственная шапочка должна быть поярче, и вот здесь что-то такое яркое, должно быть что-то, чтобы освежало, потому что коричневый цвет все-таки довольно мрачноватый, в общем, вот так выглядит тоже, люблю его, я, конечно, сейчас вот похудела, конечно, немножко болтается, но, мне кажется, еще круче смотрится, вот так сейчас покажу свое пальто это вот то, из-за чего я тебя, собственно, позвала и тебя из-за своей ненормальной покупки понимаешь что только кому скажи про меня ну, пальтичка ну, тут смехом все время его защемляет и все такое ну, в общем, это натуральный мех не знаю там кого-чего но это пуховик в общем такая опушка я вообще считаю что мех он безумно украшает даже женщину с весьма заварядной внешностью ну, вот сама видишь очень украшает то есть ты можешь быть дома с подружкой но если ты наденешь меха ты выглядишь совершенно по-другому согласись в общем тут там с волосами не сочетается кто-то говорит что мех должен быть продолжением ваших волос но я считаю что это полное безумие и как-то ну, не знаю сомневаюсь очень на эту тему в общем вот такой мех значит пультишка тут к ним такой спайсочек не знаю куда засуну где-то торчит по руке значит на которой все это дело застегиваются кармашечки и оно довольно длинное по пленку но здесь нет воротника поэтому все-таки нужно на суровую зиму здесь нужна хорошая шапка хорошие шапки ну ты знаешь что я предпочитаю делать вещи своими руками я их очень люблю менять и чтобы они были разные их было много поэтому у меня конечно с этим я припишеном вышла оказия но тоже ужас не ожидала когда я купила на какой-то чок точно такой же ну в общем так они тут закрываются тут вот такие петельки вот петельки и вот тоже честно говоря вот мех не знаю что за мех какой-то мех но на тех рукавах если ты заметил не было опушки здесь опушечка есть вот такой вот очень приятный такой вот такой успокаивающий если честно его очень любят когда со мной на улице кто-то встречается начинает вытирать об него руки обязательно кто-нибудь вот его так вот потрогает вот и тут точно так же как в предыдущем петле вот этот песок который ну собственно о кстати вот еще что заполоскать очень многие девчонки совершают ошибку прям вот так затягиваются и это очень некрасиво я конечно понимаю что хочется подчеркнуть свою талию но не таким способом и тут вот тоже очень красивые кармашки такие вот детали очень красивые курточки но она коротенькая но еле прикрывает попку то есть это вот такое баловство у меня получилось я не знаю как я забыла о своей куртке что она у меня тоже без капюшона тоже с этим она меня настолько завлекло видимо вот это вот все и серый цвет я их просто меняю и люди удивляются у тебя же вроде другой мех был ты что поменяла у тебя же вроде другая длина была как-то ну в общем у людей не в понятках поэтому тоже такая вещица то есть вот люблю я меха к сожалению но шума у меня нет потому что ой я очень люблю менять образы я не настолько богата чтобы так сказать менять шубы часто все таки пуховики чем мне нравятся пуховики тем что пуховики стоят ну довольно такие нормальные пуховики стоят довольно прилично но все же их не жалко выбросить то есть вот ты их поносил собственно говоря отдал вот украшенные мехом там каким-нибудь красивым а шубку все таки жалко и что я придумала шубы для начала мы с тобой такую немножечко Францию изобразим и смотри в общем вот с шубами я придумала следующие с шубами я придумала носить искусственные шубы и если честно я вообще не парюсь по этому поводу потому что многие думают что это натуральные шубы вот заказываю я их в интернете оказывается можно на мех посмотреть в принципе наверное видно да что все равно не натуральные но так народ не понимает то ли она натуральная то ли она не натуральная потому что вроде бы клавиш и она такая мягонькая такая вся прям очень приятная вот ее прям так хочется трогать вот она на таких крючочках сделана то есть вообще ой с какой стороны это вот такие крючочки просто застегиваешь и все грубо говоря как вот кафтан раньше носили такой талмантин и вот можно меня встретить на улице и в таком виде я часто довольно хожу когда где-то до минус пяти она вполне удерживает себе эту температуру у нее есть подкладка то есть такая вещь тоже довольно ой в квартире плюс 28 я умирую какие-то это все показывают вот ну не знаю на распродажу увидим ли мы что-нибудь такое чтобы тебе что-нибудь такое подобрать не надо но я вот купила это на одном из сайтов с одеждой и очень рада кстати говоря что ни одно животное не пострадало из-за моей любви к меху так ну что я раздеваюсь ну вот я тебе все показала что у меня есть разгорячилась надеюсь что когда мы пойдем в магазин мы все-таки выберем мне недостающие вещи по скидке потому что а классические вещи как правило они интересны в любом сезоне вот и я если что-то вижу такое то я конечно покупаю классику поскольку она не выходит из моды практически уже сколько никогда да ну да все возможные интересные просто аксессуары в качестве дополнения надеваю и вот так спасаюсь потому что конечно классно будет но миллиард это там но все-таки бюджет ограничен то вот я теперь мечтаю найти идеальное свое пальто черное вот ну не знаю найду или не найду вообще стоит ли искать тоже не знаю но в общем ты мне о том подскажешь вот ну все тогда насмотрелись надеюсь тебе было интересно вот а теперь пойдем пить чай пойдем его выбирать прощения 2 2 2 3 3 4 12 22 22 23 24 22